Вероника – ученица пятого класса городского лицея. И оценки хорошие, да и дисциплина на уроках. Ну а если отметка в дневнике ниже нормы, то она уже знает, что этого не скрыть. За ее успеваемостью в учебе очень пристально следят родители. И благодаря прогрессу информационных технологий, они одним кликом мышки могут все узнать. Речь идет об электронном дневнике. В электронном дневнике записывают домашние задания, когда были сайты, на которых ученики могут увидеть свои оценки. Иногда бывает, когда плохие оценки не нравятся, а когда хорошие очень даже кстати. Вот пятый класс уже на эту дату оценки идут. То есть мы уже выставили. Там, где они есть, то они уже выставлены. То есть вот сегодня человек сидит и работает, к примеру, пятые классы вот уже стоят. А вот и сам электронный дневник. Этой технологией городской лицей пользуется уже около 10 лет. На официальном сайте учебного учреждения есть специальная рубрика. Доступ к ней разрешен только родителям, администрации школы, директору и, конечно же, самим ученикам. Регистрацию проводит руководство. И сразу же дает родителям и детям логин и пароль для входа в систему. Конечно, электронный дневник, электронный журнал – это вещь замечательная. Однако требует, безусловно, серьезного подхода, с одной стороны. И с другой стороны, естественно, нам по многому зависит от человеческого фактора. Поскольку оценки, которые будут у нас в электронном дневнике, безусловно, они должны быть сначала в обычном классном журнале. И затем они должны оказаться в электронном дневнике. За это отвечает один человек. И, конечно же, эту услугу оплачивают сами родители, рассказал Валентин Бондаренко. Ведь такая должность не предусмотрена штатным расписанием. Каждый год родители анализируют, как работает электронный дневник. И принимают решение, стоит ли пользоваться им дальше. Вы знаете, то, что человек, который выставляет оценки, может ошибиться, но это естественно, это человеческий фактор. Иногда это, естественно, возможно. Но это может быть ошибка, такая погрешность. Где-то одна, какая-то две оценки могут быть, допустим. Либо бывает так, что ребенок получил оценку низкую, но есть возможность, к примеру, он отработал или оценку откоррегировал. И эта оценка потом будет выставлена, ну, у нас есть такая процедура коррегирования семестровой оценки. К примеру, она на 20-е число была 8 баллов, а 25-го ребенок прошел коррегирование, и уже оценка будет там 9, к примеру. И эта оценка, допустим, она за эти 5 дней, понятное дело, что стояло 8, но потом будет стоять 9. Но для этого, опять-таки, нужно несколько дней, пока ребенок эту оценку перестас. Также на сайте размещены отчеты учителей о проделанной работе. Ну, а с недавних пор добавилась рубрика «Дистанционное обучение». К примеру, будучи на внеплановых каникулах, дети могли зайти на сайт и увидеть задание. А проверяют учителя непосредственно в школе. Конечно, с появлением электронного дневника обычный бумажный никто не отменял. Он по праву считается школьным документом, так же, как и классный журнал. Но во всем есть свои плюсы и минусы. В этом случае существенный недостаток – это отсутствие технического обеспечения и качества интернет-соединения. Минусы в том, что, допустим, если говорить конкретно по учебному заведению, то минусов здесь немного, в общем-то. Потому что, в принципе, это дело нужное, это дело полезное. Один из, скажем так, серьезных моментов – насколько сегодня эта услуга востребована родителями и насколько она сегодня им нужна. Даже опрос на сайте города, то, что мы видим, сегодня мы видим соотношение примерно 60 на 40. Но все-таки большинство родителей склоняются к тому, что это нужно делать. У нас, наверное, примерно такая же будет процентность, такое же процентное соотношение. Мы делали эти опросы, когда запускали эти программы у себя. Может быть, чуть выше был процент, но далеко не все родители, я так думаю, сегодня имеют возможность и имеют желание пользоваться этими услугами. Хотя информационные технологии, хотим мы или нет, постепенно входят в наш дом, в нашу жизнь. И я так думаю, что придет момент, когда большинство услуг мы будем получать, в том числе и образовательных, используя именно такие сервисы. Такая система не обязательная, но очень удобная, говорят и в отделе образования. Но так как разработка сайта и оплата услуг электронного дневника ложатся на плечи своих родителей, то, естественно, что не все имеют такую возможность. Это очень хорошо, этого бы очень хотелось, но это можно сделать, бачимо это, або поступово, зібравши какую-то сумму коштей по школам, або створивши программу, если это позволит местный бюджет, и на основе цієї программы, або проекту уже исходящей нашей программы, потому что наша программа исходит из загальных выдатков, она не передачает окремого финансирования проектов, а из тих сумм, которые выделяются на систему освіти загалом, мы выделяем для того, чтобы реализовать в той или иной мере уже исходящие проекты нашей программы. Если будет возможность выделить такие деньги, то это будет прекрасная система, прекрасная система обмена информации с батьками. Потому что далеко не секрет, діти не завжди дают чудесник на оценку, особенно когда она такая, которую не хочется батькам показать. Не завжди записывают домашние задания, и батьки перезвонят одноклассникам, батькам одноклассников, что задали, что было. Не завжди дают информацию до батьков, когда батьковские сборы, когда какие-то заходы, на которые мы запрошуем батьков. Информация в электронном дневнике обновляется несколько раз в неделю. И там уже воспитанникам не скрыть тот бал, который очень хотелось бы утаить от взрослых. Также стоит отметить, что увидеть успеваемость всех учащихся в классах родители не могут. Такая программа подразумевает полную конфиденциальность. Более того, когда ребенок поступает в лицей, когда родители мы знакомим с тем, что есть такая у нас система, мы так работаем, каждый родитель дает нам сгоду, разрешение на то, чтобы информация о его ребенке, даже вот такая, казалось бы, была внесена в интернет. При том, что эту информацию может увидеть только тот, кто имеет доступ. Ну, как родители, сам ребенок, администрация, естественно, может увидеть, поскольку мы являемся правообладателями, скажем так, этой информации. Класс руководитель может увидеть, учитель-предметник на своем предмете может увидеть. То есть здесь полная конфиденциальность, поэтому родителям нечего опасаться, что информация о ребенке, о его оценках может просочиться в интернет. Технологии и прогресс движутся вперед, и этого не избежать. Как предполагают в отделе образования, такую систему можно вскоре внедрять повсеместно. Главное, чтобы такие нововведения не шли во вред.